здравствуйте дорогие друзья с вами светлана короткая давайте сегодня порисуем конечно я выбрала многим известную картинку финской художницы анны холеры но рисовать я ее буду в технике правополушарного то есть интуитивного рисования и на спеле дерево который сделала сама друзья из пеноплекса я сейчас буду делать основу под моё будущее панно 3 сантиметровый пеноплекс подробный мастер-класс как делать спил дерево я дам в описании под видео и в конце видео на экране заготовка для панно у меня уже готова можно сразу покрасить темной краской темно-коричневой имитацию коры просушиваю свою заготовку друзья а теперь мы будем рисовать для работы я беру краски гуашь нужны будут кисточки сама бумага можно взять альбом для рисования краски предварительно хорошо размешайте если очень густые добавьте воды вначале определяюсь где будет вверх где низ обратим внимание что прикладывать я буду эту сторону к пеноплексу намечаю себе линию по которым до которой я буду делать рисунок здесь оставляю только промежуток для того чтобы показать кору дерева но сейчас я вот этот шаблон вырезаю помечаю что это у меня не лицевая сторона изнаночная еще лучше отметить сразу что вот здесь у меня вверх картинки будет и здесь будет вверх картинки беру шаблон и прикладываю вот изнаночной стороной к лицу обвожу прям жирненько чтобы понять границу моей картины но шаблон не убираем потому что если картинка растянется или мы закрасим край мы можем приложить и вырезать краску черную беру по кругу если можно так сказать по овалу я прокрашивает ниже середины здесь будет идти крыша я ее сразу отмечаю перехожу на фиолетовый и делаю плавный переход от черного к фиолетовому кисточку я не мою чтобы был плавный переход если лишняя красочка вытираем теперь на синий цвет прихожу я отмечу сейчас место где будут нарисованы коты под белой кошечкой лучше не закрашивать рисую 3 кружочка как снеговичка раз два три и рядом рисую еще одного снеговика теперь я беру белую краску и соединяю ее синий краска сама разбавляется на картинке поэтому я ее нигде не развожу где-то пальчиками можно помогать берем белую краску и рисуем трубу сразу можно нарисовать дым больше об сизой был полупрозрачный такой дым беру я краску охру можно немножко с красной смешать и по трубе нарисуем кирпичики а полупрозрачный такой дым беру и белую кошечку рисую где-то немножко смешается с основой это даже хорошо на кисточке беру совсем немножко краски чтобы сделать кошечку пушистой второй котик у нас черный делаем то же самое только черным цветом можно их поближе нарисовать и будем добавлять пушистости котику тоже делаем его пушистым немножко белого цвета добавлю вот там где идет по крыше хвост подрисовываем усики добавляю немного золотой краски рисую звездочки можно нарисовать легкий снежок идет кто что в этой картинке может увидеть добавлю немного снега когда картинка высохнет я все покрою универсальным аэрозольным лаком и только после этого будем вырезать лак у меня глянцевый можно это сделать и матовым лаком тогда не будет вот этого блеска я прикладываю лицевой стороной вверх и вырезаю приклеиваю на клей пва прихожу на акриловые краски самое главное здесь показать что у нас идут вот эти кольца еще даже можно немножко заходить на картинку прохожусь этой краской флакаре дерево пройду с белой краской на крышу и на трубу я немного добавлю искусственного снега на самом деле мне не все здесь вот понравилось я конечно не художник но пытаюсь и сейчас добавлю немного снега на кору дерево универсальным лаком закрепляю всю работу и краску и искусственный снег друзья хочу сказать что на спеле дерево смотрятся не только картины но и фотографии очень хорошо друзья а я на сегодня с вами прощаюсь благодарю за просмотр до новых встреч